Вот он, деловой Бангкок. Смотрите, как много небоскребов, высотных зданий, три башни. Здесь я был много-много раз. Есть очень много знакомых, ребят, с которыми встречаюсь по работе в том числе. Сейчас самолет нужно развернуться над Сиамским заливом и пойти в сторону аэропорта. Самолеты огромные. Видите, сколько закрылых пришлось выпускать. Сейчас запустили реверс. Отлично. Обратите внимание, как много самолетов тайских авиалиний, такие с фиолетовыми хвостами, стоят, можно сказать, на приколе. Потому что сильно никто не летает в Таиланд. Рейсов очень мало. Там вот швейцарский самолет, я вижу, с белым крестом. Узнаете, да? Субборно-фумный аэропорт. Специфический. У них такие... Это такая крыша. Какая-то там авиакомпания с цветочками. А, ну, это китайские авиалинии. Вот. Ну, не так много самолетов. Бытность в каждую минуту взлетала и садилась по два самолета. Самолета выстраивались в очередь, уходили в небо каждые полуминуты. И также приземлялись. Небо было всегда над аэропортом в самолетах. Сейчас такого уже нет. Тоже на это интересно посмотреть. Вон, катарские авиалинии, самолет стоит один. Попросил человечка пропустить, а он головой ударился. Вот. Вот такой вот самолетик. Красивый, большой. На нем мы прилетели. Народу, как выяснилось, позже не так уж и мало. И мы все равно заполняемость низкая для такого большого самолета. Единственного, который летит из Москвы. По крайней мере, в феврале больше рейсов не стояло. Может, сейчас будут. Он человек в шапке и в пальто будет лететь. В 30 градусную жару. Надо попробовать так же точно. Дома, летом, когда будет 30. Надо одеть шапку, одеть куртку с воротником. О, знакомая, жара. Hello. Забыл, как по-тайски будет здрасте. Подскажите. Это знаю, я знаю. Просто напишите в комментариях. Сейчас нас будут ловить для того, чтобы забрать на 16-дневный карантин. Есть в подсознание такая мысль, как бы убежать, выбежать из аэропорта, чтобы избежать карантина, сразу поехать в Паттайю. Есть небольшой шанс. Всегда есть такие шансы. Но не знаю, получится или нет. Пустой аэропорт. Пустой аэропорт в Савадикраб. Посмотрим, какая будет западня. Поместил я свой небогатый груз на тележечку. Два пакетика с зимней одеждой и ноутбук. Честно скажу, ощущения немножко перевожные. Потому что все не так, как раньше было. Конечно, это немножко напрягает. Но что поделать, мы уже год живем в новой реальности. Поэтому приходится смиряться. Может быть, это даже повод, чтобы лишний раз закалить свой характер. Любая стрессовая ситуация, конечно, делает человека. Либо ломает его, либо делает сильнее. Смотрите, видите, сзади, справа и слева. Такие стулья стоят. Не знаю, это для чего. Это, видимо, карантинные дела. А, да, сейчас нас встречают люди. Карантинщики. Я надеялся спастись. Убежать где-нибудь. Так надо поискать щель. Можно запрыгнуть наверх. Зацепиться за вот эту штуку. Переползти через то ограждение. И оказаться на втором этаже. Таким образом можно сбежать. Потому что, видите, впереди нас ждет неизбежность. Это врачи, которые нас будут встречать. Саладикраб. Хорошо. Врачи без границ. Вернее, врачи до границы. Сейчас нас будут, наверное, проверять все документы. Папочка с документами огромная. Я говорил, лучше пройти 7 кругов ада, чем сделать один раз документы для въезда в Таиланд. Очень много документов. Это медицинская справка, там 2 целых. Потом разрешение на въезд. Ну вот сейчас ко мне подойдут, я буду это показывать. Смотрим мои документы все. Сертификат на въезд. Справка COVID. Справка из поликлиники. Что я готов к полетам. А также сертификат для въезда. Сертификат для карантинного отеля. Окей, спасибо. Дали бирочку карантинного отеля. Сказали, видимо, куда-то подойти к столу к какому-то. Видите, все в первый раз. Это ASQ. Это государственный карантинный отель. Таиланд 42. Ну посмотрим, куда отправить нас. Отель-то вроде бюджетный планировался. А ввозь дадут хорошенький номер. Еще какие-то дополнительные процедуры мерить температуру на въезде. Самое интересное, последняя волна ковида в Таиланде возникла как раз не из-за туристов, а из-за нелегалов, которые приехали из Мьян и занимались торговлей на продуктовом рынке рыбном. Пересекают границу нелегально и ввозят в большие количества ковид. Затем послушным туристам приходится вот такие документы. оформлять. Ладно, стоим дальше. Ну, окей. Слепили бумажечки, к примеру. Номер 32 теперь у меня. Вот мужчина зимние шапки тут. говорят, в очередь пойти. Здрасте. 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 что это? Вы caste? У вас печ чувствует? Нет. Моя здоровь krieg предоставляет прием. Она показывает, может быть, болит, температура. Насморк. Мы поставили space печати на каждой странице. Теперь меня зовут сюда Здравствуйте Здравствуйте Мой документ Нет, нет, нет Окей, окей Нос, нос Спасибо Сказали, чтобы я это Чтобы я закрывал свой нос Спасибо Сейчас куда-то еще нас ведут Будем Проходить очередной круг ада Очень интересно Прямо так это все Как будто идет эпидемия, как в фильмах Происходит какая-то чума Это вот я в диамете делал Справочку Кстати Классная, конечно, возможность У нас есть в городе, что ты Приходишь, проверяешься Едешь в Москву, уже точно Зная, что у тебя Что у тебя нет ковида А то, если прилетать в Москву За 72 часа, нужно сдать анализ Ждать сутки Снимать квартиру в Москве Это очень накладно Лучше дома сдать И спокойно Зная анализ Лететь уже непосредственно В день вылета Сначала в Москву А потом уже из Москвы В Бангкок Ну, приходится Такой крюк делать Потому что Ну, что поделаешь Ну, посмотрите Люди говорят Что мы поедем в Таиланд Сидеть на карантине 16 дней А сколько народу ездит То есть вот эти все Пустосовские разговоры Когда люди просто месят Мелят ерунду В комментариях Потом на его оказываются По-другому Те, кто даже говорил Наверное Что не поедет Поехали Вот здесь очень много народу Видите Идет человек специальный Который Смотрит На нас Я что думаю Было Скорее всего Посмотрели на нас Пока мы сидели И Ни у кого не случилось Ни лихорадки Ни какой-то там Трясучки И все Мы оказались здоровыми Визуальный осмотр В течении 10 минут Пристально Вглядывались В нас Вот А это вот Камера проверяет Масочки такие веселые КЛО Камера Ну, в общем Не знаю, что будет дальше Но что-то, видимо, будет еще Посмотрим Что нам Не привыкать Едем дальше Основной осмотр По всей видимости Мы прошли Сейчас я думаю Мне показалось Что Какие-то психологи Внимательно нас оглядывали Наше состояние Нету ли у нас Лихорадки Вялости Вглядывались в глаза Особенно тот, который В белом халатике был Вот В меня Вглядывался Ну, я потому что Был уже немного уставший Сейчас Правда, сутки Сутки практически Больше суток уже Дороги Пока Я из дома выехал Да вообще Проснулся я Вчера в 2 часа ночи Прилетел в аэропорт Приехал в аэропорт Часов в 6 утра Самолет задержали Вылетел целый день В Москве К вечеру К вечеру В Таиланду Вот сейчас только прилетело Утром в Таиланде Так что Пожалейте меня Опять маска спала Они, кстати, требуют здесь Нет такого Что можно Ниже Ноздрей Носить маску Щетка Они прямо подходят Указывают Тут, кстати, штраф Если Без маски ходишь То штраф Ну, по крайней мере Говорили, что на пляже Штраф 20 тысяч бат Но на наши деньги Сегодняшние Это уже 50 тысяч рублей Так что Лишний раз Вот так вот Масочку сделаешь Ну, вот прошел я Паспортный контроль Поставили мне визу Выпустили, да? Сейчас иду за багажом Теперь буду забирать багаж И дальше думать Как сквозануть отсюда Может убрать дырку Которая висит на мне Забрал багаж Теперь со всей этой конструкции Надо ехать К выходу Багажа тоже немало Потому что Зимовка может продлиться До трех месяцев Ну, настолько рассчитана виза Неизвестно Самолеты будут, не будут Пока их нету на обратный путь Ну что Встречают меня врачи Видимо Никуда не убежать Посмотрим Здорово, сегментарии Я не имею ввиду Нет, нет Есть Рана, Косин Рана, Косин Рана, Косин Рана, Косин Окей бирочки выбросить я хотел бы раньше избавиться от этой бирочки чтобы сбежать но здесь видите какой патруль мощный забрали меня сейчас кстати есть тоже возможность покинуть если бы я был бы каким нибудь гигирийским спортсменом бегуном я бы махом туда босиганул и убежал в открытый Таиланд но приходится смиряться с тем что надо соблюдать законы в этой стране и не только в этой стране но и вообще на всей планете все я иду к своему автобусу который едет в мой отель у него сзади такие колоночки мощные если он включит эти колонки весь наш багаж чертовой матери вылетит на дорогу мы ничего не соберем так надо садиться там где разрешено садиться но блин еле я протиснулся и нет сфотались сейчас нас повезут здравствуйте где ты из Киева Florence yeah long visa visa long 90 days How many days? 90 90 days and you? same 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 long journey long travel ok Субтитры сделал DimaTorzok